В районной администрации состоялась 57-я открытая сессия Совета Славянского района. На повестке дня – отчет главы Романа Синьковского об итогах социально-экономического развития муниципалитета за 2019 год. О том, как оценили работу руководителя района и администрации районные депутаты, смотрите в первом материале выпуска. В работе открытой сессии приняли участие руководитель Краевого департамента информатизации и связи Евгений Юшков, депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский, депутаты Совета, жители района. На повестке дня – один вопрос. Отчет главы района Романа Синьковского об итогах социально-экономического развития муниципалитета за 2019 год. В докладе главы было отмечено, что в краевом рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления Славянский район занимает первое место по показателю организации муниципального управления, второе место по показателю экономическое развитие. Задача поставлена губернатором Кубани по выполнению бюджетных назначений концентрационного бюджета Края в нашей стране успешно выполнена. В бюджете всех уровней собрано 6 миллиардов 100 миллионов рублей налоговых и неналоговых платежей, из которых бюджет Края зачислено 4 миллиарда 710 миллионов рублей. Дополнительно к 2018 году поступило 812 миллионов рублей. По наполняемости концентрационного бюджета Края в нашей стране будет первую десятку муниципальных образований. Мы также выполнили задачу, которую ставили в начале года и собрали в бюджет района 1 миллиард 82 миллиона рублей собственных доходов. В этом результате есть платка каждого из вас, уважаемые коллеги, депутатского корпуса, руководителей и коллектива предприятий и предпринимателей. Открыта новая школа, куда пришли учиться в одну смену 1240 ребят. Построены новые спортивные объекты. Спорткомплекс станицы Анастасиевской, спортплощадки в поселке Садовом, хуторе Голицын, поселке Голубая Нива, фельдшерско-акушерский пункт, хуторе Красноармейский городок, клуб в хуторе Водном. Капитально отремонтированный памятник истории архитектуры, дом купца Мазепы, здание под районный архив, отдел ЗАГС, блок начальных классов на 100 мест в школе номер 17. Выполнен первый этап благоустройства любимого места отдыха славянцев Северного парка. Отремонтировано 120 километров дорог по городу и району. На текущий год в отрасли строительства и капитального ремонта обозначены следующие направления работы. Строительство пристроек в трём георгиевских садах с введением 140 дополнительных мест. Строительство четырёх спортивных объектов. Спорткомплексы в станице Петровской, центра Единоборс и спортзала лицея номер 4 в Славянске на Кубани. Универсальные спортплощадки в хуторе Ворониковском. Строительство офиса врачащей практики в посёлке Целинно. Капитальный ремонт дома культуры при Кубанском сельском поселении. Завершение реконструкции городского стадиона и стадиона в хуторе Ворониковском. В работе открытой сессии по поручению руководства администрации края принял участие руководитель Краевого департамента информатизации и связи Евгений Юшков. Он отметил положительную динамику в социально-экономическом развитии Славянского района, активное участие муниципалитета в государственных программах по строительству социальных объектов, результативную работу районной власти с инвесторами, высокий рейтинг Славянского района по результатам эффективности работы органов местного самоуправления. Также в работе сессии принял участие депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский, который дал положительную оценку деятельности главы района и его команды, подчеркнув, что она всегда строится на сотрудничестве с жителями, инициативы и обращения которых становятся основой рабочих планов главы и социальных программ по развитию муниципалитета. Роман Ильич, я подчеркнул и подчеркнул ранее, что ваш стиль работы, работа в гуще населения, это слышать людей, слушать людей, исходя из этого строить свои планы. Отличительной чертой района является активное участие в реализации крови в программах участия. Все-таки сумма 543 миллиона рублей, которые пришли из края, это о многом говорит. Казалось бы, 200 почти миллионов в этом году на дороге, да? Но возьмите у соседей, цифры никакие. Это ответственное отношение проекта светодоминтации, это защита этих проектов в крае. И мы получили эти деньги сегодня и, конечно, продвинулись в этом направлении. Так можно жить и по стране программы. В Славянске, объединенные вокруг главы района, вокруг Совета, люди творят сегодняшний завтрашний день. И я уверен, что мы еще много сделаем полезных вместе. С этим вас поздравляю, отчет главы считаю положительным, уверенным, работу продуктивной. Так держать, большие успехи. После обсуждения доклада депутаты признали работу главы и администрации Славянского района удовлетворительной. Как представители отрасли образования, хочу от всей нашей педагогической общественности выразить вам большие слова благодарности. За то ваше личное участие, за ваше стремление в решении наших проблем. Отчет ваш сегодняшний улучшает вообще очень большую уверенность в светлом будущем. Поражает масштабами всего сделанного, особенно в нашей области. Почти 2 миллиарда рублей для финансирования нашей области. Спасибо вам за стремление, за желание сделать условия для образования и развития наших детей более комфортными. И, конечно, в целом, жизнь наших жителей. Спасибо. Предлагаю работу главы и команды признать в любую коллективную. Спасибо. В завершении сессии прошло награждение. Благодарность губернатора Кубани за большой трудовой вклад в развитие района и края вручена главе рисового обсельского поселения Анатолию Пономареву и директору Коржевского общественно-социального центра Юлии Ченской. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, Георгий Калинин. Программа «События».